Привет, друзья! Уроженка Таджикистана Дина Саева – самый популярный русскоязычный блогер в соцсети ТикТок. Многомиллионная аудитория подписчиков приносит блогеру контракты с брендами масштаба Кока-Кола и Дольчей Габана, а также более 1 миллиона рублей дохода в месяц. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. Далее мы расскажем, как королева ТикТок Дина Саева заработала миллионы рублей и завоевала миллионы подписчиков. Дина Саева родилась в небогатой религиозной семье. Несмотря на строгие нравы, родители не стали мешать ее карьере блогера. Заработок от рекламы в соцсетях помогал дочери обеспечивать себя. Национальный колорит, танцы под музыку народов Центральной Азии и Кавказа стали фишкой Саевой и помогли привлечь подписчиков сначала в Инстаграм, а потом и в ТикТок, где Дина выстрелила и к концу лета 2019-го обрела статус самого популярного русскоязычного пользователя. На рекламе других блогеров и интеграциях с крупными брендами масштаба Кока-Кола, Самсунг и Дольче и Габана, Саева, по данным Forbes, менее чем за год заработала 10 миллионов рублей. Дина Саева, по паспорту Мадина Басаева, родилась в столице Таджикистана Душанбе 24 августа 1999 года в семье водителя такси и повара. В начале 2000-х Басаевым после почти 10 лет подготовки удалось получить российское гражданство. Подавали все документы, проходили инстанции. Не без проблем, конечно, но по итогу получили, вспоминает Дина. Семья переехала в Екатеринбург. По словам блогера, родители рассчитывали, что в России детям будет лучше, чем в Таджикистане, где дома не было даже стола и занимались на полу. В первое время Басаева испытывали трудности с деньгами и жильем. Квартирная хозяйка не взлюбила гостей из Центральной Азии и выгнала семью на улицу. Отец Дины в то время подрабатывал охранником на дискотеках. С понедельника по четверг, когда танцев не было, жена и дети ночевали в том же помещении, спали прямо на полу. Выходные проводили в Икеа, потому что некуда было идти, ночевали у знакомых. Спустя несколько лет жизни в таких экстремальных условиях, родителям, по словам Саевой, все же удалось скопить денег и купить в ипотеку квартиру. После смерти отца кредит погашает Дина, она же обеспечивает всю семью. «Мама называет меня наш кормилец», признается блогер. Несмотря на строгое воспитание, Дина выступала на всех школьных праздниках, вела концерты. Родители поддерживали ее влечение сценой, но настаивали, чтобы дочь получила более серьезное образование – акушера-гинеколога или юриста. «У меня не было выбора», констатирует Дина. Она поступила в Уральский финансово-юридический колледж на юриста. От скучных занятий тяга к актерству только обострилась. Как и многие подростки, Саева увлеклась социальными сетями и в 2015 году зарегистрировалась в Инстаграм. Выкладывала фото и танцы на камеру, шевелила губами в такт исполнителю и жестами обыгрывала тексты песен. Незамысловатый контент быстро нашел свою аудиторию. За год на аккаунт подписались 40 тысяч человек. Блог быстро стал для Саевой чем-то большим, чем хобби. Реклама косметики и аксессуаров вскоре начала приносить доход, поначалу скромный – по 3-6 тысяч рублей в месяц. Этих денег не хватало, чтобы снять с родителей необходимость поддерживать дочь финансово. Тогда в 16 Дина устроилась в Макдональдс, где подрабатывала по 4 часа в день, свободное от учебы время. Иногда меня узнавали за плитой, фотографировали и отправляли фото со словами, что было приятно меня увидеть. Например, писали «Заказал картошку из-за тебя», – вспоминает Саева. Подработка приносила по 400 рублей в день. В совокупности Дина научилась зарабатывать ровно столько, чтобы не зависеть от родителей. Фишкой Дины стали танцы под национальные песни. Я ввела тренд снимать видео под аутентичные песни разных народностей – русские, дагестанские, таджикские. Ролики распространялись по интернету, в сообществах во Вконтакте и на Ютьюбе, с заголовками вроде «Таджичка красиво поёт» и «Таджичка красиво танцует». Саева поначалу даже не поспевала за вирусным эффектом. Например, одно из видео в 2017 году за сутки набрало почти 10 тысяч просмотров безо всякой спланированной маркетинговой поддержки. Я не была капитаном своего корабля хайпа. В день могло подписаться по 15-20 тысяч человек. Для меня это было шоком, уверяет Дина. Так или иначе, ставка на национальный колорит сработала. За пару месяцев блогер набрала около 400 тысяч подписчиков в Инстаграм. Я просто снимала ролики, которые нравились мне. Видимо, этим они и зацепили других. Вскоре с ней связался свадебный салон Сан-Рэма. Позвал её в Дагестан, где живёт большая часть аудитории Дины, для съёмок в рекламе свадебных платьев. «Я подумала, почему бы и нет», – вспоминает блогер. Решение она за день до вылета предупредила мать. Родители боялись за 17-летнюю дочь, но доверились ей и не стали удерживать. В итоге те съёмки принесли Дине около 90 тысяч рублей. Через пять месяцев Саева бросила учёбу в колледже и перебралась в Москву. В Москве Дина продолжила осваивать соцсети уже с задачей превратить их в основной источник собственного дохода. «Порой меня посещали мысли, что Инстаграм может умереть, а я останусь без диплома». Когда после резкого старта рост подписчиков на платформе замедлился, Саева решила диверсифицировать каналы дистрибуции своего контента и в 2018-м всерьёз взялась за развитие заведённого двумя годами ранее аккаунта в любимой соцсети подростков – приложений TikTok. За четыре года этот сервис стал популярным в 150 странах мира, включая Россию. Так TikTok удалось обойти по популярности Facebook и Instagram. Дина научилась быстро перенимать западные тренды и вкусы, начала снимать юмористические видео с другими блогерами, челленджи, съёмки из фильмов. Репертуар пополнился и танцами под треки зарубежных исполнителей. По словам Саевой, толчком для взлёта её популярности послужило знакомство с московскими блогерами, в особенности с Рахимом Абрамовым, который регулярно появляется в её роликах и с которым подписчики Дины приписывают ей роман. «Полноценным блогером я себя почувствовала, когда начала снимать совместные видео с Рахимом», – рассказывала она. Летом 2019 года она начала сотрудничать с продюсерским центром ПЦ, который первым в России сфокусировался на TikTok. Стороны заключили контракт на пять лет. Команда центра подсказывает резидентам, как улучшить контент и приводит крупных рекламодателей. Сегодня Дина – лицо российского TikTok. По словам Дины, одна рекламная интеграция стоит от 260 тысяч рублей. Продвижение песни артиста, съёмка 15-секундного ролика под его трек – 110 тысяч рублей. По словам Михаила Карпушина, директора по маркетингу платформы GetBlogger, комиссия агентства может составлять от 20 до 50%. В 2019-м рекламные контракты в TikTok принесли Саевой, по её словам, 1 миллион 800 тысяч рублей выручки. При этом свой совокупный доход от рекламы с учётом Instagram, коммерческих съёмок для брендов и других направлений, блогер за тот же период оценивает не менее чем в 10 миллионов рублей. В TikTok Дина рекламировала в частности газировку Sprite. Также Саева сняла ролик в стиле фильма ужасов про новую чёрную газировку Fanta. Саева снималась и в рекламном мини-сериале сервиса для знакомств Badoo, которым обыгрывалась неловкость первых свиданий и трудность новых отношений. Также блогер поддержала производителя гигиенических средств Kotex. Саева рекламирует не только товары и услуги массового спроса, но и люксовые бренды. Например, она заключила договор с Dolce & Gabbana и посетила февральский показ на неделе моды в Милане. Там блогер примерила платье из новой коллекции и протестировала косметику. Появление TikTok-блогеров на неделе моды в Нью-Йорке вызвало широкий резонанс в СМИ. Для люкса размещение на платформе – это не только эффективный инструмент привлечения новой аудитории, но и прямой доступ к молодому поколению, работа с которым уже с ранних лет формирует лояльность к бренду. К августу 2019-го на аккаунт Саевой подписались около 4 миллионов пользователей, и она официально стала самым популярным русскоговорящим тиктокером. По мнению Еремеевой из TikTok, рост популярности связан с тем, что Дина снялась в клипе Егора Крида на песню «Love is» и начала записывать с артистом другие совместные ролики. Сама Дина отрицает решающее влияние этого сотрудничества на свою популярность. После этого исполнитель неоднократно появлялся в её роликах для TikTok. Он тоже сотрудничает с продюсерским центром ПЦ, через который и познакомился с Саевой. По словам Дины, с Кридом она сотрудничает бесплатно. «Я не брала с него ни копейки, а просто говорила, Егор, пошли снимать». И мы шли. К марту 2020 число подписчиков Саевой выросло до 7 миллионов 200 тысяч, а на начало 2021 года число её подписчиков уже почти 20 миллионов человек. Блогер уверяет, что её ролики смотрят не только подростки, но и люди постарше. Однажды даже она устроила пикник в парке в дагестанском городе Дербент в честь своего дня рождения, на который пришли 170 человек. Правда, не все зрители относятся Ксаевой доброжелательно. Однажды во время прямого эфира она начала рассуждать о том, что не хочет жить в клетке, выступила против браков, в которых молодых женщин из традиционных обществ насильно выдают замуж, и заявила о том, что у всех людей должна быть свобода выбора. По словам Дины, к такому выступлению её подтолкнуло сообщение одной из подписчиц о том, что она не хочет жить, потому что её насильно выдают замуж. «Мои родственники тоже насильно выдают замуж моих твою родных сестёр, поэтому тема меня зацепила», – говорила блогер. Лояльная прежде аудитория восприняла эти слова в штыки. В адрес Дины посыпались угрозы. «Самое страшное было, когда мне присылали фотографию моей квартиры и подъезда, угрожая меня убить, если я не перестану говорить об этом. С тех пор со мной везде ходит охранник», – признаётся блогер. В комментариях к её постам появились фразы вроде «Ты предала нашу религию! Не хочется, чтобы такая красота в аду горела! Как не стыдно? Позор своих предков!» По словам Саевой, три остро-социальных видео на тему отношений в восточных семьях ушли в стол. Дина боится за свою безопасность. Саева признаётся, что на старте снимала ролики, когда было настроение. Сейчас ей приходится производить контент каждый день и выкладывать по 4-5 видео, чтобы конкурировать за внимание зрителей с другими блогерами. По её словам, она сама пишет сценарии, снимает и монтирует видео. В команде Дины работают два менеджера – рекламный директор, помощник и водитель-охранник. Периодически блогер привлекает профессиональных операторов и визажистов. «Ежемесячные расходы и доходы варьируются в зависимости от загрузки. Большую часть заработанных денег я вкладываю в контент, потому что знаю, что это вернётся и принесёт ещё больше подписчиков. Если я начну баловать себя, меня никто не поймёт, ведь я не из такой семьи. Деньги – это не цель, а средства к её достижению», – говорит Дина. Съёмки проходят в московской студии Дины на улице Правды. Это просторный павильон с минимумом мебели и высокими потолками. Там каждую неделю Саева проводят «Ламповые субботы» – бесплатные встречи, где собираются начинающие блогеры. Дина уверена, что общение с опытными позитивными коллегами идёт на пользу. Дина планирует со временем открыть продюсерский центр и продвигать артистов, которые не знакомы с TikTok. «Хочу, чтобы в этом офисе, который кажется пустым, собралась отличная команда из профессионалов, которые могли бы помогать ей развивать TikTok. Мы разработаем план и сможем помочь набрать популярность тем, кто этого хочет». По её словам, она уже продвигает на платформе поп-звёзд, того же Крида и Юлианну Караулову. Дина, по собственному утверждению, также ведёт переговоры о сотрудничестве с певицами Еленой Темниковой и Нюшей, ведущей Дарьей Клюкиной и моделью Виктории Одинцовой. «Это только начало», – говорит Дина, комментируя свою нарастающую активность на платформе. О рецепте собственного успеха она рассуждает скромно. «В первую очередь на мою популярность в TikTok повлияла, конечно же, удача». Ещё к причинам популярности можно отнести удачно выбранное время и место, то есть площадку и контент. Если людям что-то нравится, они будут делиться этим. Я просто честно снимала ролики, которые нравились мне. Видимо, именно этим они и зацепили других. Друзья, если вам понравилось наше видео, но вы ещё не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях, в следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч, пока!